Новости в эфире. В студии работает Виктория Антонишна, Алмаз Ашим. Добрый день. Коронавирус выявили у четырех казахстанцев, вернувшихся накануне из-за границы без ПЦР-справок. Все они прилетели в столицу из Дубая. Об этом сообщили в комитете санэпидконтроля. Протестировали их уже на родине, сразу после посадки. Тем временем результаты анализов на ковид в карантинном стационаре сейчас ожидают еще 192 человека. Они также прилетели без актуальных справок. Всего за минувшие сутки Казахстан принял 9 международных рейсов. Домой вернулись порядка тысячи человек. Жертвами ковид за сутки стали 12 казахстанцев. Еще 260 инфицированных находятся в тяжелом состоянии. Всего продолжают получать лечение порядка 26 тысяч человек. Заразились коронавирусом за последние сутки еще 918 человек. Больше всего новых случаев вновь в Павлодарской области. Там плюс 208 заболевших. Следом идет Алматы. 118 подтвержденных фактов и почти 100 новых зараженных отмечено в Акмолинской области. 1315 медиков привили от коронавируса в Алматы с начала кампании по иммунизации. Сотрудники инфекционных стационаров, санэпидслужб, отделение реанимации и скорой медпомощи. Еще два человека отказались от вакцинации. Об этом сообщили в Управлении общественного здоровья. На первом этапе в Мегаполис поставили 1750 доз препарата «Спутник Ви». Еще столько же город получит в ближайшее время. Напомню, процедура проводится в два этапа. Через 21 день медикам ведут второй компонент «Спутник Ви», который усилит иммунный ответ организма, вызванный первой прививкой. К традиционному формату обучения вернутся первокурсники колледжей и вузов, а также школьники Костанайской области. За партой они смогут сесть уже завтра. В кабинетах разрешено заниматься максимум 15 человек. К комбинированному обучению также приступят выпускники 9-11 классов. 70% программы они будут осваивать в штатном режиме, остальные 30% дистанционно. Кроме того, в школах, колледжах и вузах возобновят работу столовые, однако открыться им разрешили при строгом соблюдении санитарных норм. Ослабление ограничений связано с переходом региона в «желтую зону». За последние сутки в области отмечено 80 новых случаев ковид. В бразильском городе Сан-Паулу учителя и родители вышли на протест против возобновления очного обучения в школах. Они настаивают на необходимости вакцинирования работников системы образования. Только после этого возвращение за партой будет целесообразным, считают активисты. Кроме того, по словам родителей, в школах не хватает персонала для обеспечения санитарных норм. Однако местные власти считают, что для безопасности детей и преподавателей созданы все условия. Отмечу накануне, полтора миллиона школьников вернулись в учебные заведения Сан-Паулу. Мы не отказываемся работать, но мы хотим сохранить дистанционное обучение до тех пор, пока не будут соблюдены санитарные меры. И все, кто работает в школах, не получат прививку против коронавируса. В Израиле, где рекордными темпами идет вакцинация населения, волна протеста поднялась среди антипрививочников. Люди, выступающие против вакцинации, затеяли в соцсетях масштабную кампанию по дезинформации и саботажу. Государство требует закрыть такие группы, а вот экономика Израиля демонстрирует удивительные вещи. Повысился сбор налогов. Подробно об этом Сергей Услендер. Первыми тревогу забили журналисты. Кто-то из них обнаружил в соцсетях группы так называемых антипрививочников, где призывали саботировать кампанию по вакцинации. Причем весьма оригинальным способом. Дескать, записывайтесь на прививку, а потом не приходите. Тогда вакцина пойдет в помойку. Оказалось, что у таких постов тысячи лайков и восторженных комментариев. Мы создали специальную группу, которая будет отслеживать подобные публикации. Мы постараемся добиваться их удаления из сети. Поймите, это не просто глупость, это опасная глупость. У нас больше пяти тысяч погибших и всякие призывы бойкотировать вакцинацию – это преступление. Это при том, что государство ведет беспрецедентную кампанию по вакцинации. Вакцину покупают вдвое дороже и доставляют в Израиль по воздушному мосту из Европы. Прививают уже всех подряд, старше 16. Использование вакцины Pfizer очень сложное с точки зрения логистики. После разморозки срок годности буквально несколько часов. Минздрав обратился в Национальный центр по кибербезопасности. С точки зрения закона это вроде как и не преступление, но учитывая обстоятельства, государство отнеслось к этому более чем серьезно. Одну из таких групп Фейсбук уже удалил после жалобы Минздрава. Удалили не совсем за то, что они против, а за деструктивную деятельность, потому что там звучали призывы уничтожать вакцины. И вот этого, на самом деле, наверное, делать не нужно, потому что, ну как бы, право не прививаться у человека, оно должно заканчиваться там, где начинается право другого человека прививаться. Поэтому, наверное, не стоит уничтожать вакцину, которая тебе не принадлежит. Тем временем, вакцинация набрала невиданные обороты. Второй дозой привито уже около 2 миллионов 200 тысяч человек. Очень осторожно, но власти говорят, налицо положительные сдвиги. Количество заболевших растет только в тех группах, которые не прошли тотальную вакцинацию. Есть снижение числа тяжелых больных. Снижение числа госпитализации в тяжелых случаях снизилось на 26%, а число подтвержденных случаев снизилось примерно на 45% за последние 16 дней. Это прямой результат вакцинации. Это работает. Чем больше людей пройдет вакцинацию, тем быстрее мы сможем открыть нашу экономику. А вот экономика преподнесла сюрприз. Налогов за январь 2021-го собрали гораздо больше, чем за тот же месяц прошлого года. Оказалось, за счет налога с продаж продуктов питания и электротоваров. Сидя дома, израильтяне стали больше есть и больше покупать. Сергей Услендер, Хабар-24. Неравенство в доступе к вакцинации может затянуть пандемию. Об этом заявили международные эксперты в ходе виртуальной конференции в ОСР. По их данным, на сегодня среди стран, начавших вакцинацию своих жителей, 94% приходится на развитые экономики. Для справедливого распределения год назад была создана международная система COVAX, через которую должны были идти все закупы вакцин. Но Евросоюз и США заключили с производителями контракты напрямую, обеспечив достаточное количество защиты для собственных жителей. COVAX пока не смог передать ни одну дозу вакцины нуждающимся странам. Планируется это сделать в ближайшие месяцы. Но собранных средств и предзаказов недостаточно, чтобы обеспечить равномерный старт вакцинации. К примеру, во всей Африке только одно государство имеет программу вакцинации, это Марокко. При этом остановить глобальную пандемию могут только глобальные действия, отмечают в руководстве ОСР и Всемирной организации здравоохранения. Глава ВОЗ считает неправильным начинать массовую вакцинацию населения в одних странах, когда в других нет вакцины для обеспечения защиты хотя бы медработников и пожилых людей. И перекос в темпах вакцинации обернется затяжной пандемией и более сильным кризисом, в котором в первую очередь пострадают как раз-таки ведущие экономики мира. Глобальную экономику ожидают потери. По меньшей мере в 5,2 триллиона долларов, если она провалит равный доступ к вакцинации. Половина этих потерь придется на развитые страны. Мы их оцениваем примерно в 5 триллионов долларов. Можно этого избежать через экономическое сотрудничество и обеспечение равного доступа к вакцинам для развивающихся стран. Это только один пример того, какую выгоду принесет солидарность. Это очень умно, но также справедливо, экономически целесообразно и политически верно. В Испании отделения интенсивной терапии заполнены тяжелыми пациентами с ковид, сообщает Минздрав. И напомню, эта страна одна из наиболее пострадавших от коронавируса. С начала пандемии жертвами опасного вируса там стали более 60 тысяч человек. Медики страны до сих пор переживают стресс, полученный во время работы в первую волну пандемии. Эксперты опросили более 9 тысяч медработников из 18 клиник. И опрос показал, что порядка 45% из них подвергались высокому риску психического расстройства. Они вспоминают, что тяжело приходилось работать, когда в стране случился гуманитарный кризис. И кроме того, опрос показал, что почти у 4% врачей, находившихся на передовой борьбы с коронавирусом, возникали суицидальные мысли. Я помню молодого человека лет 30. Он умолял нас, пожалуйста, верните меня к жизни. И, конечно, когда пациенты просят вас о таком, и вы не знаете, сможете ли вы исполнить его просьбу, это очень тяжело. Тяжело жить с этим. Тем временем Грузия постепенно возвращается к прежней жизни. Наблюдая улучшение эпидситуации, правительство решило снять ограничения на работу бизнеса и мобильности граждан. Напомню, в конце ноября страна была вынуждена изолироваться и остановить перемещение граждан. Не работал общественный транспорт, торговые и спортивные центры, школы, вузы, учреждения культуры и рестораны. Грузинское общество уже больше двух недель выступает за возвращение к прежней жизни. И какие ограничения все-таки сняли, расскажет Юлия Тужилкина. Ситуация в Грузии напоминает возрождение. Многие запреты, действующие два с половиной месяца, наконец сняты. И столичные улицы вновь наполняются жизнью. В конце января в Грузии уровень зараженных стал снижаться. И в некоторых регионах постепенно снимались ограничения. Но в столице и еще двух крупных городах жизнь была по-прежнему заморожена. Все ждали стабилизации эпидситуации. Положительный результат дает нам право снимать ограничения. С 8 февраля восстанавливает свое движение весь общественный транспорт. Кроме этого откроются рынки. Через неделю наши дети продолжат обучение в классах по всей стране. Это очень важно. Также с 15 февраля откроются рестораны и кафе на открытом воздухе. Но по субботам и воскресеньям ограничения вновь будут действовать. Запрет на работу в выходные – вынужденные меры, по словам правительства. Дабы снизить мобильность и риск распространения вируса. Кстати, многие граждане, особенно в возрасте, очень лояльны к ограничениям. Я бы не сняла еще. Пускай бы посидели бы еще чуть-чуть. Лично я. Я так боюсь, если честно. Я никуда не выхожу. Если это очень не надо, тогда я не выхожу. Один из самых нелюбимых запретов в Грузии – так называемый комендантский час. С 9 вечера до 6 утра. По всей вероятности, его отменят одним из последних – в апреле. По крайней мере, на это очень рассчитывают бизнесмены, занятые в сфере туризма. Открытое небо при внутренних запретах – не лучшая картина для отдыха гостей, в которых так нуждается Грузия. Особенно запрет на ночные передвижения не нравятся молодежи. Так, я думаю, сначала надо было комендант снимать, а потом снимать уже остальные моменты. То есть дорога открывается, работа открывается, да? Но комендант остается. Ну и никакого смысла нет. То есть, ну вот все. А так, если интересует меня нас, молодежь, как раз это, я думаю, для молодежи и создано. Потому что вечером, кроме молодежи, так много людей не гуляют. Вместе со снятием запретов увеличивается и наказание за повторные нарушения действующих. К примеру, самое распространенное нарушение – это появиться на улице и в общественном месте без маски. За это штрафуют на 6 долларов. При повторном нарушении теперь штраф удваивается. По словам эпидемиологов, маски граждане смогут снять в лучшем случае – в следующем году. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. По меньшей мере, 15 человек погибли от неизвестной болезни в Танзании. Еще более 50 госпитализированы в больнице. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителей здравоохранения страны. Известно, что у болезни тяжелые симптомы – тошнота и рвота кровью. По информации медиков, вспышка произошла только в одном административном округе. Для изучения заболевания в регион направили группу экспертов. Кроме того, первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени. Другим темам впервые в истории. Сенат США сегодня рассмотрит вопрос о повторном импичменте экс-президенту. В случае его объявления Дональд Трамп лишится возможности занимать любые государственные должности и баллотироваться на выборы. Несмотря на то, что Трамп уже покинул Белый дом, обвинения против него не сняты. 45-го президента обвиняют в подстрекательстве, которое привело к беспорядкам и штурму Капитолия, из-за чего погибли пять человек. Напомню, палата представителей объявила импичмент политику в середине января. Тогда большинство членов проголосовали за. Позже обвинение было отправлено в Сенат, где теперь решится судьба экс-президента. Сам Трамп участвовать в процессе не будет, защищать его права будут адвокаты. По данным свежего опроса Гэллоп, 52% американцев поддерживают импичмент, 45% против. Однако политологи уверены, что попытка импичмента, скорее всего, провалится. Демократам нужно две трети голосов сенаторов, а пока у них только половина. В ООН призывают правительство нескольких десятков государств вернуть 10 тысяч своих граждан из Сирии. По данным правозащитников, условия проживания в двух крупнейших лагерях на северо-востоке этой арабской республики заметно ухудшились. Кроме того, находящиеся там беженцы подвергаются насилию и жестокости, которые сравнимы с пытками. В список 57 стран, граждане которых могут сейчас находиться на территории Сирии, попали в Великобританию, Канаду, Францию, США и Казахстан, а также почти все соседние нам страны. Отмечу, наша республика взяла на себя обязательства по репатриации и реабилитации граждан из зон вооруженных конфликтов в 2019 году. Всего из стран Ближнего Востока вернули более 700 наших соотечественников. Я думаю, что для многих из этих государств находиться в таком списке – позор. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что есть страны, которые предпринимают максимальные усилия, чтобы вернуть своих граждан домой, и за это нужно отдать им должное. Сотни людей эвакуировали из-за наводнения на юго-западе Франции. Больше всего от проливных дождей пострадал город Сент. Там уровень реки поднялся более чем на 6 метров. Затопило улицы, дороги, дома. Местным жителям приходится использовать балки, моторные лодки, чтобы переправляться по воде. Кроме того, синоптики предупреждают. В течение недели в регионе ожидают сильные холода. Мы старались как можно дольше оставаться дома, но у нас отключили свет. С детьми было невозможно оставаться дальше. Непогода уже третий день бушует и в Германии. Из-за снегопада и аномальных морозов в некоторых городах не курсируют поезда. На автобанах пробки, вызванные многочисленными авариями. И в Минтранспорт рекомендует гражданам никуда не выезжать. Наш корреспондент Шалпан Аймадбаев расскажет, как немцы справляются с нетипичной для них погодой. И днем, и ночью снег в Берлине идет не переставая. Третий день коммунальные службы работают круглосуточно. Аномальная погода частично парализовала жизнь Германии. Больше всего пострадали северные и центральные регионы. Школы и садики закрылись. Отменены футбольные матчи Бундеслиги. И даже вакцинация в некоторых регионах остановлена. Определенно непогода внесла хаос в спокойную и размеренную жизнь немцев. Общественный транспорт опаздывает. Многие региональные поезда отменены. А в аэропорту Дортмунда, крупнейшем в регионе Северной Рейн-Вестфалия, приостановлено авиасообщение. Самолеты перенаправляют в другие города. Хаос творится и на дорогах. Из-за аварии парализовано движение. На многих автобанах километровые пробки. В некоторых регионах водителям грузовиков с воскресенья запретили выезжать на трассы. Эксперты говорят, в последний раз зима была такой. Более 40 лет назад. В далеком 79-м. Это большая радость для меня. Наблюдать зиму. Такого давно не было. Для многих, возможно, это неприятно. Ведь возникли проблемы с общественным транспортом. Автомобилисты должны ехать медленнее. Многие просто даже не имеют опыта вождения в зимнее время. Я же пока добираюсь до дома на трамвае. Я учительница и работаю сейчас из дома. Я считаю, что для такого снегопада это лучшее время. В школу я могу ходить, когда мне нужно. Дети тоже сейчас дома и, думаю, тоже очень рады. Когда мы были детьми, настоящая зима была часто. Но это было очень давно. Сейчас же я даже не вспомню, когда погода была такой. Стильные ветра и морозы. Такая погода не характерна для Германии. Однако всю ближайшую неделю немцам придется жить в таких экстремальных условиях. Многие ученые уже заявили, что причина таким аномалиям – глобальное потепление. Шолпан Айманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар-24, Германия. Тем временем в Карагандинской области из-за ухудшения погоды и плохой видимости закрыли движение для всех видов транспорта на участке автодороги Кызларда-Павладар. Ранее по этой же причине закрыли участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск. Сложной остается ситуация и в Восточном Казахстане. Спасатели рекомендуют водителям не рисковать и отказаться от дальних поездок. Между тем, из-за ухудшения погодных условий, штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана. Только минувшей ночью из-за снежных заносов по республике спасли 29 человек, отбуксировали 10 легковых и грузовых машин и один автобус. Сильный ветер, метели, ограниченная видимость, неустойчивая погода и в Акмолинской области. В регионе сейчас закрыто движение для всех видов транспорта на дорогах республиканского значения. Тем не менее, многие автомобилисты игнорируют рекомендации воздержаться от дальних поездок. К примеру, на трассе Нур-Султан-Петропавловск в районе Щучинска. Со вчерашнего дня стражи порядка спасли 94 человека, 13 из них дети. 40 частных подворей пострадали от разлива талой воды в Алматинской области. Специалисты говорят, происшествие вызвано резким потеплением в регионе, а еще обильными осадками за прошедшие пару дней. В целом, подтопило ряд дворовых участков в трех населенных пунктах. В селах Ешкольмес и Алда-Бергеново, Ескельдирского района, а также Талапт и Коксусского района. 10 человек эвакуированы спасателями, их разместили в средней школе, а сейчас на месте работают подразделения сил ЧС. Со дворов жители уже откачали всю воду. Сейчас проводятся работы по углублению арочной сети и возведению насыпной дамбы. Вода стояла вокруг всего дома. Выйти из него было просто невозможно. Хорошо, что спасатели подоспели вовремя. Сейчас уже всю воду откачали. Можно попасть в дом. На место были направлены силы средства в количестве 67 человек из состава ДЧС Алматинской области. Также были использованы 18 единиц мотопомп. Подтопление жилых домов не зарегистрировано. В данный момент проводятся работы по полной ликвидации подтопления. Зоны возобновляемых источников энергии могут появиться в регионах Казахстана. Соответствующее поручение Министерству энергетики дал сегодня премьер-министр. Аскар Мамин отметил, что самые распространенные виды возобновляемых источников энергии в нашей стране – солнечная и ветровая. Обе они зависят от погодных условий, что приводит к нехватке маневровой мощности. Это отражается на устойчивости единой энергосистемы Казахстана. Глава Кабмина добавил, что существуют примеры создания мелких узловых зон и поручил внести предложение по развитию маневренной генерации электроэнергии, а также проработать вопросы по внедрению ее накопителей. Отмечу, в прошлом году в Казахстане ввели в эксплуатацию в общей сложности более 20 ветровых и солнечных электростанций и одну гидро. Объем выработанной ими энергии вырос в сравнении с 2019 годом на 74%. В текущем году планируют реализовать еще 23 проекта. В Казахстане планируют упростить процедуру открытия и закрытия ИП. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр финансов. Ерулан Жамаубаев отметил, что сейчас разрабатывает специальное приложение для индивидуальных предпринимателей «Есалок бизнес». С его помощью также можно будет сдавать налоговую отчетность без комиссии оплаты услуг операторов. Приложение будет автоматически формировать отчетность, которую налогоплательщик сможет просто подтвердить или откорректировать. Напомню, до 2023 года в Казахстане действуют моратории на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Кроме того, на этот же срок они освобождены от уплаты налогов на доходы. Говорили в правительстве также о борьбе с оттоком капитала за рубеж. Для этого предлагается усилить административную ответственность в таможенной сфере за недостоверное декларирование товаров. Для поддержки бизнеса в прошлом году в Казахстане реализованы масштабные меры налогового стимулирования с охватом более 700 тысяч предпринимателей. Действует трехлетний мораторий на проверку субъектов микро- и малого бизнеса до 1 января 2023 года и освобождение от уплаты налогов на доходы субъектов МСБ, которые применяют специальные налоговые режимы. Эти меры позволят предпринимателям на три года направить около 400 миллиардов тенге на расширение и развитие своего бизнеса. По поручению главы государства с 1 января этого года введен новый специальный налоговый режим розничного налога, применяемый в добровольном порядке. О спорте. УЕФА перенес еще один матч 1-8 финала Лиги чемпионов. На этот раз из Германии в Венгрию перенесли встречу Мюнхен-Гладбахской Баруси и Манчестер-Сити. Ранее стало известно о проведении в Будапеште другой встречи Лейпцига и Ливерпуля. Решение приняли из-за введенных ограничений в Германии. До 17 февраля немецкие власти закрыли границы для стран с высоким уровнем распространения нового штамма коронавируса. Под бан попала и Великобритания. Таким образом, две команды из Германии проведут домашние игры плей-офф на нейтральном поле. В СМИ также распространяется неподтвержденная информация, что по аналогичным причинам могут перенести матч Атлетико и Челси из Мадрида в Варшаву. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин